Дальше. Я прямо беру по порядку задание из банка заданий FIPI 5 на косинус 29 градусов поделить на синус 61 градуса. Ну а здесь какая закономерность? 29 и 61 в сумме дают 90 градусов. Кстати, помните, мы еще в видеокурсе по геометрии говорили, что для угла альфа в прямоугольном треугольнике, ну или для углов альфа и бета, острых углов прямоугольного треугольника, синус альфа равен косинусу бета и наоборот косинус альфа равен синусу бета, потому что эти углы в сумме дают 90 градусов. Так вот, здесь будет 5 на косинус 29 градусов поделить на синус 90 градусов минус 29 градусов, это 61 градус. И по формуле приведения внизу мы тоже получаем косинус 29 градусов, прекрасно все сокращается, ответ 5. Дальше. 14 на синус 19 градусов делить на синус 341 градуса. Ну а тут к какому углу лучше приводить? Если мы сложим 341 и 19, получим 360 градусов. А дальше все очень просто. Здесь будет 360 минус 19 градусов. 360 градусов период синуса убираем. Значит будет 14 на синус 19 градусов. И здесь будет синус минус 19 градусов, минус за скобочки минус синус 19 градусов. Все сокращается, ответ минус 14. Похожее. 4 на косинус 146 градусов поделить на косинус 34 градусов. А эти два угла в сумме дают 180 градусов. Значит я могу сказать, что это 4 на косинус 180 градусов минус 34 градуса делить на косинус 34 градусов. И по формуле приведения косинус 180 минус альфа равно минус косинусу альфа, получаем ответ минус 4. Еще из той же темы 12 делить на синус квадрат 27 градусов плюс косинус квадрат 207 градусов. Похожие задачи такие у нас были. То есть 207 минус 27 будет 180. И тоже по формуле приведения мы получаем, что здесь синус квадрат 27 градусов плюс косинус квадрат 27 градусов знаменателя. Получаем ответ 12.